Я вас всех приветствую, мир вам! Я хочу вас поздравить с наступающим праздником, с Рождеством Христовым, которым мы, наверное, сегодня все вместе будем встречать. И мы сейчас будем петь, в общем, пением номер 590, «Тихая ночь, дивная ночь». Я думаю, каждый из нас сегодня настроится помолиться и поблагодарить Господа. Я буду молиться, и вы будете присоединяться. Мы все будем взывать Господа и благодарить Его за этот чудный подарок, который Он сделал каждому из нас. Номер 590. «Тихая ночь». Тихая ночь, дивная ночь, Девяка и благородная ночь, Девяка и благородная ночь, Девяка и благородная ночь, Девяка и благородная ночь, Цивяка и благородная ночь, Радуйтесь вы, где родился Христос, Мир и спасение всех Он принес. Слышен, нас свет посвятим. Титая ночь, титая ночь, К небу нас Бог призвал. Он отроится наше сердце, И нам раскалит Его все устам. Он нам Спасителя дал. Он нам Спасителя дал. Наш Отец Небесный, наш Господь и Бог, наши сердца сейчас открыты предотвратить Господи. Открыты глубокой благодарности, глубокой молитвы, в которой мы сейчас приходим к Тебе. С одним только желанием. Поблагодарить Тебя, поблагодарить Тебя за то, что Ты не погнушался нами людьми, Господи. Ты не посмотрел на наши грехи, Ты не посмотрел, Господи, на наши прегрешения, на все то, что человек сделал на этой земле, или что человек сделал с этой землей. Господи, несмотря ни на что, Ты берешь и самое дорогое, что есть у Тебя, посылаешь на эту землю, Господи. И сейчас, Господи, мы стоим пред Тобой, и наши сердца преисполнены благодарностью Тебе, Господи. Потому что там есть за что Тебя благодарить. Мы благодарим Тебя в первую очередь за Иисуса Христа, за Его любовь, которую Он явил каждому из нас, за Его подвиг, Господи, за то, что Он примирил нас с Тобою и за Твою любовь, которую Ты явил в лице Иисуса Христа. Слава и благодарность Тебе за это. Господи, я благодарю Тебя за каждого из нас, за то, что мы сегодня можем стоять здесь, стоять на этом месте. Господи, и братья и сестры, которые уже прославляли Твое Святое Имя, которые начали, Господи, благодарить Тебя где-то на другом конце земли, Вы присоединяйся к их молитвам. И, Господи, еще будут Тебе славы и благодарности лица от многих сердец. Господи, наше служение, прими к престолу благодати Твоей. И здесь и на этом месте мы хотим прославить Твое Святое Имя. Это пришествие Иисуса Христа. Открой наши сердца. И Творя любовь, Твоя несть и успокоение, и мир и покой в сердце каждого человека. Ты излий сейчас на этом служении. И мы хотим прославить Тебя здесь. Слава и благодарность Тебе за все. Богу нашему. Аминь. Номер 598. Радуйся, мир. Слава и благодарность Тебе за все. Богу нашему. Аминь. Слава и благодарность Тебе за все. Богу нашему. Аминь. Слава и благодарность Тебе за все. Богу нашему. Аминь. Слава и благодарность Тебе за все. Богу нашему. Аминь. Слава и благодарность Тебе за все. Богу нашему. Аминь. Слава и благодарность Тебе за все. Богу нашему. Аминь. Слава и благодарность Тебе за все. Богу нашему. Аминь. Слава и благодарность Тебе за все. Богу нашему. Аминь. Слава и благодарность Тебе за все. Богу нашему. Аминь. Палят сады, леса ковы, И в доле старчество, И в доле старчество, И в доле, в доле старчество. Чтоб грех не ослеплял народ, Чтоб грех не росли, Он живи дает, зима нет днем, Во всех концах земли, Во всех концах земли, Во всех, во всех концах земли. Палят сады, во всех концах земли, Во всех концах земли, И в доле, во всех концах земли, И в доле, во всех концах земли, с этим праздником коснулся тех людей, которые еще не знают Тебя. Господи, здесь есть и в этом служении таковые, и мы просим, чтобы Дух Твой Святой действовал и работал, Господи, чтобы цель нашей жизни была направлена на то, на что была направлена жизнь Иисуса Христа здесь на этой земле, а именно проповедь о Тебе, проповедь, Господи, о Твоих великих и могучих делах, и самое главное, проповедь о Твоей великой любви и милости. И мы очень хотим, Господи, чтобы в этой жизни, когда мы будем прославлять имя Твое Святое, и во все дни нашей жизни, Господи, чтобы мы могли свидетельствовать людям о рождении Иисуса Христа, чтобы вот эти праздники, которые проходят сейчас, которые идут, Господи, по этой земле, мы просим наш Господь и Бог, чтобы это еще коснулся многих, чтобы вот эти праздники, они не превращались просто в какое-то привычное, обыденное что-то, чтобы они никогда, Господи, не превратились, или чтобы о них люди забыли. Я прошу Тебя, мой Господь и Бог, чтобы это было действительно то радостное состояние, состояние пришествия Сына Твоего, к которому мы пришли на день рождения, к которому мы принесли свои сердца. И, Господи, мы благодарны Тебе, что Ты с благодарностью принимаешь наши сердца. И Ты, Господи, ангелы радуются на небесах, когда каяться один из грешников, потому что Иисус Христос ради этого пришел на эту землю, и мы просим, чтобы и это служение послужило для того, чтобы те, кто пришел сюда, возможно, в первый раз, или долго ходят, Господи, но чтобы они здесь нашли в этом служении мир, покой, утешение, Господи, чтобы они нашли Иисуса Христа, который пришел, который хочет войти им к сердцу. Мы просим Тебя об этом, наш Господь и Бог, будь с нами. Аминь. Номер 591. Полной благости, полной радости. Полной благости, полной радости, полной радости, блага радости, дед Рождества, мир и вновь добився, Бог, и что сродился, верующий в семь, дед Рождества. Полной благости, полной радости, блага радости, дед Рождества, Силы веселые, песни дорогие, возвещают всем дед Рождества. Пожалуйста, присяживайтесь. Я думаю, каждый из вас, читая Я сегодняшнюю программу, наверное, задумался над этими словами, что такое чтение Евангелия. То, что сейчас вы услышите, оно как бы не практиковалось в нашей церкви, но оно будет. И после этого будет общая молитва. Обычно у нас идет проповедь перед общей молитвой, а сейчас будет чтение Евангелия. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. Оно было в начале у Бога, через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не позвал, пришел к своим, и свои Его не приняли. А теми, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало в Розе, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели Его славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем, и восклицая, говорит, «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня, и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон там через Моисея, благодать же и истина, произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, и народный Сын, сущий в метре Отчим, Он явил». Итак, Сам Господь даст Вам знамение. Все Девы в очреве примут и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануилу. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. И когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему чудный, советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в Царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его. Судом и правдой, отныне и далеко, ревность Господа Саваофа соделает это. Субтитры создавал DimaTorzok Рождество Иисуса Христа было так. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же Деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами». Она же, увидев Его, смутилась от слов Его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется сыном Божьим». Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплудною, и она зачала сына старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Сероба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Став же Мария в Аднисии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иоди, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, «Зыграл младенец радостно во чреве моем и блаженно уверовавшим, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария, «Величит душа моя Господа!» И возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, что призверел Он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святое имя Его, и милость Его в роды родов, к боящимся Его. Явился его мышцы своей, рассеял над мирных помышлениями сердце, низложил сильных с престолов и вознес смиренно, алчащих исполнил благ и покатящих отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, вспоминув милость, как Он говорил отцам нашим к Аврааму и семье Его доверия. Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Иосиф, живущий ее, будучи праведен, и не живая, а оносить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Роди сына, и налечешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. И все сие прошло. Да сбудется леченное Господом через пророка, который говорит, все Дева в очереве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встал ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись во всей земле. Эта перепись была первая в правлении Киринея-Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Марифрием. Потому что он был из дома и рода Давидова. И записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. И ты, Вифрием, Еврафа, мал ли ты между тысячами иудеями, из тебя произойдет в мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало одней в вечном. Посему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющие родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, и в величии имя Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до края земли, и будет он мир. Когда же они были там, наступило время родить их. И родила сына своего, первенца, испеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице, и нарекли ему имя Иисус. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господне осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился он в городе Давидовом Спаситель, в которой есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яске. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство, небесное, славящее Бога и взывающее. Слава, обычник Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Ифрием и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив пришли, и нашли Марию, и Иосифа, и младенца, лежащего в яске. Увидев же, рассказали о том, что возвещено им, о младенце все. И все слышавшие, удивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце свое. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что слышали и видели, как им сказано было. Когда же Иисус родился в Ифлиеме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли Мерусалим в волосквы с Востока, говоря, «Где родившийся царь Иудейский? Мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь стреложился, и весь Иерусалим с ним, и собрал всех пиросвященников и книжников народных, спрашивал у них, «Где должно родиться Христу?» Они рассказали ему в Ифлиеме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Ифлием, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудины, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиль». Тогда Ирод тайно призвал волхов, выведал от них время появления звезды, и поставил их в Ифлием, сказал, «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и вся звезда, которую видели они на Востоке, шла перед ними, как и наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовали с радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, открылся коровище свои, принесли ему дары солото, ладан и смирно. И получил во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень являются во сне Иосифу и говорили, «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется вечерное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось леченное через пророка Иеремию, который говорит, глаз в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода все ангел Господень во сне являются Иосифу в Египте и говорит, «Стань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует Галудею вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив позднее откровение, пошел в предел Младенца Младенца